Посмотрите на этого кота. Вот только глянешь на эту картину и захочешь сам быть котом. Вальяжно, ласково, прекрасно ощущает себя этот кот в студии. Он еще не знает, что ему сейчас предстоит. Будем мыть кота прямо сейчас и говорить о том, когда действительно кошек нужно мыть, нужна ли им эта процедура и как сделать так, чтобы она была минимально стрессово для животного. Правильно говорю? А главное для владельца. Да, да. Николай Леонов, ветеринар, эксперт нашей программы. Доброе утро. Доброе утро. Но они же вылизываются, может быть их и не надо. Вообще да, кошки склонны к самогруме. Точнее не склонны, для них он жизненно важен. Важно кошкам вылизывать себя, потому что это приносит им удовольствие, это расслабляет их, это делает их спокойными. Потому что если кот не может себя вылизать, например, при болезни зубов или еще каких-то проблемах, обычно колтуны, да, еще бывают такие, закатанная шерсть у кошек. Кстати, и у длинношерстных, и у короткошерстных, они тоже бывают, особенно в разлиньку. Вот сейчас у нас как раз самое время мыть кошек. Почему? Потому что у нас сейчас с апреля по середину мая будет и идет сезон разлиньки. Да, большое количество шерсти отходит. Ну вот я кота особо не чешу никогда, он не закатывается особо, этот кот. Но шерсти довольно много в квартире. Что же с ней делать? Как раз очень удобно это кота помыть и вычесать. Это удобно, шерсти будет меньше, 100%. Вы практически от нее избавитесь на месяц, на полтора. Вообще, как часто? Часто, в общем-то, можно кота мыть раз в месяц. Если у вас выставочный кот, раз в две недели. Для того, чтобы шерсть держать в хорошем состоянии, потому что она же меняется, в основном меняется. Пуховый волос, который сейчас летает здесь. Он молодой, и его нужно убирать. И чем лучше мы это будем делать, иногда вычесать просто кота, это не всегда хорошо работает. Вот, помыть и вычесать в такой последовательности, да, это идеально. Как же мыть кота вообще? Ей нужно приучать. С небольшого возраста, с котенка, да, с месяца трех мы начинаем мыть кошек. Для того, чтобы кот не боялся воды, для того, чтобы потом вы после мойки не были расцарапаны, покусаны вашим котом. Мы просто берем какую-то емкость. Ну, лучше в ванне это, конечно, делать. Тазик тут, конечно, размеры кота и размеры тазика не очень подходит. Но набираем теплую воду. Не должно быть открытого крана, не должно быть шума, чтобы кошки боятся, конечно, пугаются. Набираем воды таким образом, чтобы кота можно было комфортно поставить, и вода была чуть выше над поверхностью спины. Ну, то есть голова у нас должна. Это так мы приучим кота. И плюс вода нас немножечко будет ограничивать в движениях. Понятно, что первое время кот будет выпрыгивать из ванны, вы будете мокрыми. Ну, ничего страшного, высохните, кот тоже потом высохнет. Мы его посушим. Вот. Что же нужно, чем же нужно запастись? Обязательно должен быть шампунь. Для некоторых кошек, особенно для некастрированных котов, требуется паста. Паста, которая удалит жир. Потому что на шерсти у нас большое количество жира, особенно вот здесь находится. Она такая, шерсть постоянно засаленная здесь. Это область плаща. Это нужно для того, чтобы, например, кот попав под дождь, капельки с него уходили, и чтобы он не промокал. А стивой волос этому еще будет препятствовать. Поэтому промочить хорошо кота очень сложно. Поэтому наносим сначала на шерсть пасту обезжиривающую, даем 3-5 минут, и потом мы ее инактивируем шампунем. Но для этого на кота нужно сначала смочить. То есть вставим в ванну, можно леечку аккуратно, или взять какую-то емкость ковшечек, полить, и хорошо удобно смочить. Кота как могла. Но давайте все-таки продемонстрируем. Я понимаю, что коту возможно это не поможет. Ты его уже слишком расслабила, он уже не хочет ничего. И после этого мы можем... Кот не хочет. Кот скажет, ой! Да, и после этого мы можем... А ты говоришь, цирки это жестоко. То есть вот таким образом. Вот передний лап у нас не влазит. Вот. И так же можно... Да, все, давай мыться. Давай мыться. Надо его полностью, по идее, намочить? Ну, вообще полностью. Полностью мы должны намочить кота. Ну, сейчас мы видим, иначе будем все мокрые. Вот. Таким образом. То есть мы ставим кота, намочили его полностью, полили. И потом как раз нанесли шампунь, можем вычесать. Для того, чтобы убрать лишнюю шерсть. Прям по мокрому? Прям по мокрому. И лучше это сделать. А лучше вообще взять, если кот терпит, взять леечку и хорошо-хорошо с леечкой душа или кошечком прочесать. И промыть. Для того, чтобы под напором вся шерсть ушла у нас. И после этого, обязательно, когда шампунь смыли, нанесли кондиционер. Кондиционер кошачий? Кот сейчас домоется сам. Вот. Кошачий кондиционер. Зачем это нужно? Мы обезжирили шерсть, мы смыли всю грязь, но при этом... Иди обратно гладить. Но при этом, при всем, мы должны опять вернуть защитный слой. Просто если мы этого не сделаем, мы высушим кота, и он будет такой иголочками. Еще жирнее, чем до этого был. Потому что большое количество социального секрета выделится для того, чтобы компенсировать эту сухость. И ничего хорошего мы не добьемся. То есть, как все смыли, так все и вернули. И после этого шерсть, конечно, будет мягкая, шелковистая. Иногда используют бальзамы, если кожа пересушена. Это обязательно нужно, это обязательно требуется. Поэтому помыть кота – это не такое простое дело. Как минимум, это 2-3 часа, а потом кота нужно высушить. Высушить берете фен. А где нам сушить кота? А вообще лучше компрессорами, только в груминг-салоне. Так испугается же. Испугается. Но для того, чтобы он не испугался, мы же и начинаем все очень медленно. И для начала, чтобы кот не боялся фена. Вообще, когда вы сушите голову сами, просто рядом с котом это периодически делайте. Он привыкнет к этому шуму. Он не будет бояться струи. Понятно, что не нужно брать фен и в морду коту его направлять. Конечно, это никому не понравится. И даже вам это не понравится. Поэтому обязательно аккуратненько, аккуратненько по росту шерсти, также с расческой можно это делать. И нужно это делать, потому что, опять же, мокрая шерсть, она легко скатывается. И мы получим потом еще хуже, чем было до мойки. Вывод. Не делайте с котом того, чего вы не хотите, чтобы кто-то делал с вами. Не добавляйте ему фен в морду максимально ласково и постепенно. И будет счастье и вам, и вашему коту. И все благодаря Николаю Леону. Спасибо вам большое за этот эфир. Кис, прости, пожалуйста.